Означает ли то, что это сегодняшнее решение, что все то, что там настроено, оно будет демонтировано и не ожидаете ли вы проведете? Сегодняшнее решение означает лишь то, что департаментом ведется системная работа по наведению порядка на побережье. К сожалению, сегодня есть отдельные случаи того, что не совсем добросовестные предприниматели, не дожидаясь распоряжения мэра о начале курортного сезона, начинают коммерческую деятельность на арендованных ими участках искусственных пляжей. Сегодня мы все понимаем о том, что данная территория принадлежит громаде, она находится у предпринимателей лишь в аренде, и любые действия, любые действия, подчеркиваю, требуют согласований и прохождения процедуры. Поэтому мы сегодня департаментом ведем работу по наведению порядка на побережье, и уверяю вас, что все незаконные сооружения, которые находятся на побережье, будут демонтированы. Да, действительно, на это нужно время, потому что что-то сделать можно незаконно за один день, а нам, к сожалению, для наведения порядка нужно пройти всю процедуру согласно действующего законодательства, и она достаточно непростая, но мы уверенно движемся в этом направлении. А если оптимистически, какой срок нарушения у нас идет? Процедура какая? Ну, вот решение до демонтажа. Ну, то есть, вы говорили, что законодательство... Да, мы выдавали одно предписание. В течение пяти дней арендатор должен был устранить данное нарушение, он не устранил его. Мы подали второе предписание, вручили арендатору, если мы говорим конкретно об этом, и о любом другом. По Нью-Эйдж-Экспо могу сказать о том, что документы находятся в суде. Подан иск к Нью-Эйдж-Экспо в хозяйственный суд об устранении задолженности. То есть, у Нью-Эйдж-Экспо присутствует на сегодняшний день задолженность 68 тысяч гривен. Также, если мы говорим об интергале, то припас на демонтаж давался 8.05.2020 года на устранение условий договора аренда. Какой перечень документов необходим для согласования сооружений? Это нужно согласование документа коммунальной собственности, правильно? Для того, чтобы осуществлять свою деятельность на территории арендованных пляжей, на сегодняшний день необходимо... Первый документ – это распоряжение естественно городского головы в начале курортного сезона. Городским головой создается специальная комиссия для введения в эксплуатацию пляжа на период курортного сезона. Также предпринимателям необходимо получить в департаменте коммунальной собственности схему расположения тех объектов благоустройства для осуществления своей коммерческой деятельности. Речь идет, еще раз подчеркиваю, о зонтиках, шезлонгах, а также всех сооружениях, которые носят некапитальный характер. Сегодня абсолютно исключены ленточные фундаменты, сегодня абсолютно исключены какие-либо виды других строительных работ, которые производятся на пляже. То есть сегодня речь идет исключительно об элементах благоустройства. Кстати, настил на самом деле есть тоже элементы благоустройства. Согласно правилам эксплуатации пляжа, настил должен быть не ближе, чем 20 метров к урезу воды и не носить характер капитального. То есть те предприниматели, которые монтируют на летний сезон, демонтируют его соответственно на зиму. Поэтому на самом деле я просто хотел бы для всех сказать, что на самом-то деле очень много людей и вообще в принципе в прессе выступают и передергивают факты, но на самом деле настил не является незаконным согласно правилам благоустройства и согласно правилам эксплуатации пляжа. Любые, еще раз вам говорю, любые виды работ на арендованном участке пляжа должны согласовываться с представителем собственника. Представителем собственника по диригированным полномочиям городского совета является департамент коммунальной собственности. Продолжение следует...